Специально для школы здравого смысла. 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 Два потока, и получается пульсация. И размышляя над этой штукой, зачем нам древние оставили, что это такое? У меня такое подозрение. Понимаю, что ученый показывал, как он делал графент, порошок такой, нано-порошок, прессует, получает листок, через диэлектрик прессует листок, и так вот сделает сборку, выключает провода, и в темноте дает ток. То есть это космическая батарейка звездная, которая аккумулирует поля. Если существует вот эта сфераль, и мы думаем, а как работает наш организм, наша клетка, откуда она берет? Ну, что-то берет, каким образом? Энергию же она берет. И вот эта сфераль, я версию дам, а вы потом. А, поэтому вы на ремешок ее поедете, да? Не, не, не поэтому. Это правда. Хотя, в принципе, вы правы, размещая это на себе, нося логотип, образ, и делая вот такие вот движения. Да, да, да. Но смысл в чем? Что это прообраз, что пространство наше пульсирует, и эта пульсация, она здесь в одном месте. Чип-чип-чип-чип-чип-чип. И метахондрия, и ты своим, ты образом мышления, ты можешь повышать энергетику, занижать энергетику. Да, конечно. От чего это зависит? Глобальная волна даже зависит. Глобальная волна. Ну, только канал же называется глобальная волна. Да. Каждый раз пользуюсь случаем. И вам рассказал, и на камеру рассказал. То есть раз вы впервые это увидели. Я просто выясняю, что, как бы правильно сказать, я продвигаю тему, что эксперимент на планете Земля, он управляемый. И нам оставили закладки, которые мы, будущие поколения, должны расшифровать. А в чем расшифровка? И вот увидев вот эту сфераль, я понял в чем. Что нам оставили плоскостные изображения. Да. До момента, пока появятся люди, которые мыслят в 3D, в 5D, которые понимают вот это векторное, поймут законы природы и создадут законы изобилия. И тут наступает момент. Вот очень интересно. И тут наступает момент спаса. Мое мнение, мое видение, что понятийный аппарат срабатывает раньше, чем срабатывает лексика. То есть это как вот с буквицами и как с заклинаниями, как с черной магией. То есть когда человек духом внутренне видит ситуацию, а словами объяснить ее не может. И вот в этом случае слово эфир, да, да, я вот, кстати, к этому тоже веду. И вот что слово эфир в данном случае, оно является блокирующим словом. То есть его надо употреблять либо в самом конце, уже как якорь, как ярлык, да. Но оно должно прозвучать в контексте земных, физически оправданных аргументов. Вот как мне Кушелев понравился. Почему я в Кушелево влюблен с первого взгляда? В хорошем смысле этого слова. Потому что Кушелев первый человек в моей жизни. Ну, можно сказать, так получилось. Кушелев был первым человеком в моей жизни, который объяснил мне, что нарисованное на бумаге изображение, например, креста там или круга, является резонирующим элементом. То есть оно вокруг себя завихряет энергию. Да, она очень тонкая, она почти невидимая. И может быть даже сейчас пока нет таких приборов. Но вот это его демонстрация сапфирового шара, который вроде как прозрачный шар. Дехроизм. Да, дехроизм. Вот Кушелев как-то ему удалось на пальцах за 5 минут. Я понял, что я не знаю огромную часть очевидных вещей. Ну, видите, в чем дело, что Кушелев посмотрели десятки тысяч, сотни тысяч. И вот этот эффект дехроизма видели эти люди. А зацепило вас одного, ну, еще нескольких людей. А все остальные на это смотрят и не понимают, о чем он. Он говорит, я хочу извлечь энергию из пространства. Предполагая, что пространство резонирует и нужно добиться в объекте этого. Нет, друзья, я добавлю. Он подключает осциллограф к резонирующей модели. И на осциллографе показывает, какую именно энергию он хочет извлечь. То есть, он ее видит с помощью осциллографа. Он умеет моды. Вот это все я от него, ну, впервые я от него это начал слушать. И начал врубаться, что это не какая-то фантазия, не бред сумасшедшего, а что это реальная физика. Физика такая внутри для посвященных физика. И когда я начал кататься в ЦЕРН, я благодаря Кушелеву перестал боготворить людей, которые этим занимаются. Я просто начал понимать, что они делают, о чем говорят и почему то, что они делают реально. Да, это ФИТА, да? По-моему. ИЖА. ИЖА. Это ИЖА. Ну, смотрите, сколько мы выступаем. А, СФИРАЛЬ, СФИРАЛЬ. Это СФИРАЛЬ, сколько мы выступаем. Что ИНЬЯНЬ всем известно. Но никакой китайец вам никогда не расскажет, что это такое. Мы разворачиваем, показываем. Горим, буквицы. Нам говорят про скрепы, про дружбу, еще что-то. Вот оно, с чем можно идти на прививку духу. Как сделать? Ну, что это такое у вас ИНЬЯНЬ? Не знаю. Буквицы. Вот он, что это такое? Россия, старшая сестра, признавай. Нет, тишина. Молчу нет. Молчу нет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Но спустя десятки лет опять некое развитие и нету горизонтов С 44-го года развитие прекратится и начнется свитие Вот услышьте это, было развитие, а новое небо и новая земля, на которой обитают прану, пойдут эти же периоды в свитие Ну, в любом случае, в наших словах звучит обида, это неправильно Мы интеллектуалы, наша задача найти решение вопроса Нет, что значит обида? Нет, нет, мы проводим консилиум Да, наша задача найти решение вопроса Наша задача донести до зрителей, ну, мы-то понимаем, до зрителей в первую очередь Что, несмотря на то, что банально, это просто проволочка загнутая особым образом Да, очень важный момент, что мы с вами понимаем Просто зрители, кто не в теме, они могут увидеть просто кусок проволоки согнутой Да, особым образом Искать, ну, и что вы, вы идиоты, что ли, что вы тут на проволоку нам молитесь, да? А я хотел бы нанести мысль, что, когда говорят о культурных кодах Культурные коды Про культурный код Культурный код Культурный код Культурным кодом мы занимались Культурный код Культурный код Культурный код Культурного кода Культурный код Ну, именно вот сейчас много об этом говорят, да? что Россия генератор будущего всего мира, что она равноправный участник геополитических процессов и так далее, то в первую очередь доказательство существования таких культурных кодов, оно демонстрируется историческими артефактами. И вот этот исторический артефакт, дошедший до наших дней, он демонстрирует нам не только наличие очень глубокого познания природы нашими предками, очень глубокого шифра, с помощью которого возможно можно разгадать тайны природы, тайны вселенной и так далее. Но он показывает еще и уровень развития технологий в те времена. То есть они уже тогда понимали, что такое резонансы, что такое резонаторы, и как они могли из такого кусочка проволоки сделать такой пепелац, который возможно управлял каким-то реактором, чего-то там. То есть может быть через эту сфераль как раз и аккумулировалась энергия молний, а может быть и из земли что-то такое поднималось, вырастало. Мы не знаем. Утрачено. Технологии утрачены. Но артефакты есть, и наша задача напоминать о том, что эти артефакты принадлежат именно нашей культуре, и мы вправе стать некими родоначальниками возрождения вот такого плана технологий, такого плана развития. Задача восстановить глубинные смыслы, славянские глубинные смыслы. Потому что когда Луначарский обрезал нам азбуку и из азбуки сделал фонетический алфавит, он обрезал знания, глубинные знания, как индивидуальные, так и коллективные. Понятно, что нам очень трудно вернуть их в текстовый оборот, в грамматический оборот, в литературный оборот, в современный. Мне даже не представляется, как это вообще для меня какое-то нереальное событие. Но мы можем восстановить эти смыслы и эти знания через предметную символику, через ширпотреб, через изделие легкой промышленности. То есть, не тяжелой, а легкой промышленности. То есть, когда эти знания были утрачены, нам их обрезали. Обрезали и понимание самосознания. То есть, понимание способность познавать мир. То есть, самого акта познания. Ну, естественно, и как следствие знания. И знания акта познания. То есть, вместе с этими буквами, которые ушли, которые выкинули из азбуки, выкинули и инструкции к применению этих букв. Что они означают? Это же, вот смотрите, это же нейронные связи. Вот это вот, каждая буковка, это код построения материи. Каждая буковка, это код построения причинно-следственных отношений. То есть, восстанавливая эти связи, обогащаем себя. Мы обогащаем свое сознание, свое понимание мироустройства. Как это все устроено? Кто мы? Зачем мы? Где мы? Для чего мы вообще? Ну, будет еще и на всех языках, понятно, да? Не только. Тут тоже медная, да? Что это было? Да, это лимит снялся, чтобы показывать. Вот, чуть-чуть, чуть-чуть еще. Ага. Линь-янь, линь-янь, линь-янь. Никакой китайец не расскажет, откуда она возникла-то, да? А в буквице, в буквице, мы увидим вот такую фигурочку. Вот такую, правильно? Да, правильно. Правильно? Никакой лингвист вам это не расскажет, откуда это. И только новая физика. Векторная физика. Да. Когда люди, загруженные интегралами, Говоров, стал анализировать ВИТИЕ. Зазвучается наоборот. Ну вот, когда вы показываете, допустим, взгляд интересен, конечно. Круглый квадрат, когда вы показываете, на ФИТУ, например, да? Да, это всегда. Это тоже интересно. То есть, подобную модель физики еще не испытывали. И понять, что вот по этим пропорциям слагается весь мир. И Олег Басаргин родился в влиянии личности на историю. Что хочу сказать. Что вот здесь, конечно, придумана фигура. Ну вот, мы, конечно, понимаем, что спирали обычные. И вот там, ну, века. Века, или даже, можно сказать, тысячелиция. А вот человек взял, вроде ничего, сделал, как бы, ну, новую фигуру. Новую фигуру, которой не было. Ну, пространственную фигуру. Вот. Это, в принципе, от этого никуда не уйдешь. Вот фигура есть, поэтому это уже какой-то плюс. И причем это сделано вот у нас. Сделано вот. И человек, вот он автор. Вот те фигуры, они без автора. А у нас здесь есть автор. Вот, смотрите, пожалуйста. А почему нельзя автор? Нет, нет, автор не без. Но там есть третье нажат. Нет, здесь вот так. В любом случае мы не знаем автора. А здесь мы автора знаем. Вот он, Олег Басаргин. Влияние личности на историю. Без Олега Басаргина не было бы этого изделия. А это визуализация эффекта Дженни Бекова. То есть, что происходит? Эффект есть? Объясните. Ну, рассказывают там, центробежные силы туда-сюда. Как, чего? Ну, непонятно. Вот. И вдруг мы находим, казалось бы, что это? Это зафиксированный волновой момент волнового процесса. Спираль направлена навстречу другой спирали. Для чего? Гипотеза. Если мы в волновом пространстве, это волновое пространство, все постоянно находится в флуктуации, то это прообраз, каким образом в наших митохондриях вырабатывается энергия. Это вот пружиночки такие туда-сюда. Такие. Да. А если предпочитать... И нам в истории рассказывали все время, в истории цивилизации, про спирали. А спирали не было. Россия может вернуть человечеству понимание спирали. Нигде в мире, в языках, нигде этого нет. А войти через Китай нашего уровня очень мало. А вот патриарху, президенту, выйти с... Ну, сказать, что есть разработки, которые как нас объединяют с Китаем. Все, иди, на каким образом мы должны показать, что такое один путь, одна судьба, один путь. Как это? А как? Наша древнеславянская буквица напрямую связана с вашим ниньянем. Да. Красиво как. Красиво как. Красиво как. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Доводя все до буфонады, согласовав, что около культурного китайского центра произвести культурные действия. Можно назвать одиночным пикетом. У тебя просто недостаток информации о Международной Академии Информатизации уже подписалось с китайцами соглашение. Ключевым моментом является сфераль. Еще раз. Все правильно. Ключевой момент. Саша Воронков китайцам сказал. Давайте про сфераль. В принципе, связано с пониманием доктрины эманации. Что через что проявляется. Как мир разворачивается изнутри наружу. Каких пропорций, какой последовательности. Так как этого всего в личном поле нету по факту. А с другой стороны оно есть, потому что можно прочитать. Но как-то то ли не прочитать не может, то ли сложить папу с мамой не может. И мы, конечно, сожалеем сейчас в эфире именно о том, что люди, которым за это щедро платят, за поиск культурных кодов. Культурным кодом мы занимались. И мы, конечно, сожалеем сейчас в эфире именно о том, что люди, которым за это щедро платят, за поиск культурных кодов, что они готовы из пенопласта выпиливать все, что угодно, кроме того, что действительно относятся к действительной истории этой территории и этого народа. То есть такой парадокс возникает, что целые новодельные крепости строют вместо того, чтобы однажды исследовать, почему эти крепости выполнены на практически одинаковых фундаментах по всему миру, не только здесь. А мы идем в РУДН, Российский университет дружбы народов. Более 10 лет я сюда хожу и снимаю семинары по холодному ядерному синтезу. Мы можем прекратить бороться за ресурсы, мы можем убрать расставщичество, любовь, созидание, милосердие, изобилие по всей планете, дорогие друзья. Таким образом, в этом специальном случае мы имеем феномен абсолютного времени, что является атрибутом абсолютным, то есть независимой от находящейся в ней целой полей мировой среды. Эфир. Сфираль. Смотрите в интернете. Сфираль. Спираль направленная навстречу другой спирали с переворотом. А нам говорят спираль, спираль, спираль. Мир, возможно, это игра на троих, а нам рассказывают про шахматы на двоих. Все не так, дорогие друзья. Идемте слушать про волновую торсионную математику. Вот если мы возьмем уравнение тождества ричи, применим к этому тензору энергии импульса, получается вот тот желтенький уравнение, которое связывает ускорение центр масс и угловое ускорение. И вот я вам покажу еще. Это известный эффект Женебекова. Конечно, если мы не возьмем во внимание угловые координаты, как элементы структурного пространства, то вот этот эффект очень трудно объяснить. Ну вот тут справа просто залепили пластилином, чтобы показать, что это не аэродинамический эффект, заставляет гайку переворачиваться. И вот там внизу есть картинка, и показано, как конец вектора угловой скорости в пространстве делает некую такую кривую. То есть он не по прямой, вот красная, там отсюда не видно, наверное. Так вот оказывается, что центр масс вот этого устройства, он движется так, что выполняется вот тот закон сохранения, желтенький. Он выполняется, то есть идет изменение угловой скорости в пространстве, потому что там стоит производная, и меняется ускорение центра масс вот этого объекта. И есть известный факт, это тоже секрет, он был засекречен. Вот это американский спутник-эксплора, он был сделан в качестве, как гироскоп, то есть вращался, американцы думали, что это приведет к устойчивости. Такой коронный жест, когда Ярослав достает из ремня пояс и показывает в кадр сфераль. Это тоже один из элементов подготовки специалиста для выступления, иметь реквизит постоянно с собой. То есть я убедился, что огромное количество людей понятия не имеют, что это такое, и впервые видят это молодежь. Я сейчас был в Петровиче, там музыкант-певица выступает, я к ней подхожу. Ну, в общем, рассказал, я делал сюжет, снимал через сфераль. И у женщин глаза раскрываются, а они начинают слышать. Исторический момент, дорогие друзья. Виктория услышала эту душесчипательную историю про сфераль, про рай на планете, про зашифрованные знания, что у нас есть студия у Кузнецова Андрея Евгеньевича, что об этом можно говорить, об этом можно спрашивать. Про Олега Басаргина и желание сделать собственный бренд, ювелирку, одежду. Что еще? Ой, дуб захватывает. Я тут только начала. О, да. Вот и только начала. Ты прям чувствуешь, да? Да. У меня же говорить тяжело мне даже. Слушай, ты на камеру совершенно другая получаешься, чем в жизни. Совершенно другая. Совершенно? Ну так. То есть, когда я им показал образ, то есть, показываешь завиток, ну, красиво. История, что это там волновой процесс, это все мимо. Но когда ты показываешь буквицу, включаешь фонарик, показываешь плоскостное изображение, в голове склеивается. То есть, происходит склейка, что вот это плоскостное изображение, а здесь-то я держу объемную деталь. Да, 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 да. Субтитры подогнал «Симон» 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 то фита у нас будет вот в такой вот форме, если мы повернем вот так, то она ближе к фердам. Это две буквицы, которые обозначают похожий звук, флот твердый ферд и ферд мягкий фитам. При этом фитам это женское начало, головной природы ферд это мужское начало. Опаньки, до конца не понимают, но это начинает входить в голову, входить в голову. Я Илону Маску, я как раз и доношу, я объясняю, что это то, ради чего Илон прилетит в Москву. День зимнего солнцестояния, 22 декабря, для Илона Маска сюжет for you. Ты, наверное, никогда не видел, что это такое. Это сфераль, это объемное изображение плоскостного изображения русской буквицы фита. Говорят, у тебя русские корни, и русская буквица фита должна откликаться в твоем генетическом коде. А что об этом говорят ученые, мы сейчас послушаем интереснейший доклад. Здравствуйте. Здесь собираются мамонты науки, которые продвигают теорию эфира, космизма, изобилия, рая, счастья на планете. И основа этого – природные процессы. Олег, у тебя аппаратура работает, все, все нормально, ты готов? Начинаем заседание секции общей физики. У нас сегодня выступает изобретатель Олег Басаргин. Это физическая модель, как устроено пространство. И это нигде в мире нету. Дао, великий предел есть, но никто не объясняет как. А не объясняя как это, невозможно рассчитать векторную математику, как это происходит в пространстве. А когда ты это понимаешь, как это происходит в пространстве, ты понимаешь, как трансформировать окружающую энергию и создать космический корабль, который домчит тебя до Марса за считанные часы. Вот что я Илону Маску продаю. Домчаться до Марса за считанные часы. Ну, может, не только Илону Маску. Почему Илон Маску? Ричард Брэнсон, он один из первых, кто космический туризм, в принципе. И у нас есть возможность... Ричард Брэнсон уже дедушка космонавтики, а Илону принадлежит Твиттер. Вот одного репоста Илона Маска достаточно, чтобы попасть во все средства массовой информации. Над чем, в принципе, я и работаю. Задача была, используя выборы внутри России, попасть во все средства массовой информации. Прокатились мы тут, это хорошо так и там. И следующая задача, это используя выборы в Америке. Ибо в Америке 20 миллионов миллионеров. Вы можете себе представить? 20 миллионов миллионеров! Я абсолютно убежден, что среди 20 миллионов миллионеров, во-первых, есть русские, у кого откликнется генный код, и которым, ну, сладкая идея. Да ладно, кто там замахнулся? Очень интересно, ну, мало кто замахивался вот так вот, привлекать Илона Маска, обещая за считанные часы до Марса домчать. Забавно. Вот. Мы работаем в информационное время. Наша задача создавать инфоконтент, который люди захотят пересылать друг другу. И в случае, если Илон Маск перешлет это в Твиттере, это разойдется вот миллиардными сообщениями. Вот я ежедневно делаю сюжеты, стремлюсь к созданию такого контента, который облетит всю планету. Дорогие друзья, добрый день. Напомню, что цель сегодняшнего собрания – это влияние русского языка на развитие цивилизации. И так хотелось бы коротко очень сказать, что у нас есть буква «ФИТА». «ФИТА» позволяет нам создать векторную математику. Векторная математика позволяет нам понять законы мироздания, законы Бога. Мы можем получать электроэнергию в любой точке пространства, синтезировать элементы, и как следствие ликвидировать расставщичество, дорогие друзья. Субтитры создавал DimaTorzok